МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюда и понятные соцгарантии Сергей Морозов поставил задачи правительству. Людям нужна поликлиника. Построят ли новое учреждение в Заволжье? Тепловые сети приведут в порядок. В Ульяновске заработала альтернативная котельная. Люди мечтают об условиях и аппаратах МРТ. Может ли закончиться докаданс поликлиники на проезде заводском? Сколько ждать людям и что обещают власти? В проблеме разбиралась Виктория Черкова. Почти 30 тысяч ульяновцев получают медпомощь в ужасных условиях. В медицинском комплексе на проезде заводском приведена в порядок только детская поликлиника. Возрослые дела обстоят куда хуже. Здание бывшего профилактория уставшее, линолеум кусками, ремонта не было лет 20. Пожилые пациенты мечтают о томографах и человеческих условиях. 76-летняя Майя Кошманова перенесла два инсульта и инфаркт. Разумеется, ей приходится часто посещать врачей и проходить обследование. Местные доктора для нее стали родными, а вот само медучреждение вызывает у пенсионерки досадные чувства. Я бы хотел, чтобы построили новый поликлиник, потому что полы негодные на втором и третьем этаже. Нам пожилым подниматься на второй и третий этаж к специалистам очень тяжело. В этом году ситуация начала продвигаться. В январе было объявлено о строительстве новой поликлиники. Во время визита учреждения губернатор Сергей Морозов встретился с общественностью и руководителями региональной медицины. Перед строительством нового корпуса старое необходимо отремонтировать, потому что пациенты еще два года будут ждать открытия современной поликлиники. Я не говорю о капитальном ремонте, раз мы там будем их переселять, но я говорю о хорошем косметическом ремонте, чтобы не было этих дырых окон, чтобы не было изорванных линолеумов или еще каких-то безобразных моментов, которые просто унижают и работников здравоохранения, да и неприятно людям, которые сюда приходят. Новую поликлинику решили построить на месте старого кирпичного корпуса. После сдачи в эксплуатацию здание действующего медучреждения отдадут в соцзащите. Депутаты и работники Минздрава уже выбрали образец для подражания. 16 января делегация ездила в поселок Придорожный Самарской области, где несколько лет успешно работает медучреждение нового образца. Там они увидели, как должна выглядеть и функционировать поликлиника удобной и для врачей, и для пациентов. Все те площади, которые на сегодня планируется предусмотреть в новом здании поликлиники, они удовлетворяют всем требованиям. Это будет и неотложка, это будет и женская консультация перенесена, это будет и сценар дневного пребывания, что очень важно для жителей взрослого возраста. Рассматривается два типовых варианта – на 175 и на 250 посещений за смену. В новое здание переедет как взрослая, так и детская поликлиники. К строительству приступят в 2021 году. Прогрессивное медучреждение станет еще одним шагом к воплощению нацпроекта здравоохранения, утвержденного Владимиром Путиным. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Крупных аварий теплосетей на родине Ленина не будет. Изношенные сети полностью заменят, проведут реконструкцию. Второй ТЭЦ отремонтирует внутриквартальное теплоснабжение. Деги на все это удалось получить благодаря переходу на метод альтернативной котельной. Точные суммы, планы ремонтов и реконструкций – сроки в материале Павла Полового. В этом году в Ульяновске реконструируют ТЭЦ-2 в Заволжском районе. Модернизация стала возможна благодаря переходу города на альтернативную котельную. Это новый метод расчета за теплоснабжение. Появляется некоторое определение предельной цены для всех поставщиков тепла в течение 10 лет. Только 7 с лишним миллиардов рублей вкладывает на сегодняшний день ТЭПлюс. И около 2 миллиардов вложит городской бюджет в свою организацию теплоснабжающую. Это городская теплосеть. Участие города в подобном эксперименте – хорошая возможность привести в порядок теплосети, которые давно нуждаются в ремонте. Планирование модернизации проходит теперь не на год, а на три, что позволяет в более комфортных условиях провести торги, заключить необходимые договора и соглашения, произвести работы в штатном, а не скоростном режиме. В этом году на Ульяновской ТЭЦ-2 будет проведен большой объем работ. В части реконструкции у нас предполагается реконструкция блока номер 2 Ульяновской ТЭЦ-2, который работает практически круглый год. Планируется модернизация ротора низкого давления. Суммарный объем инвестиций – более 100 миллионов рублей. Мы не перекладывали трубопроводов больше 3-4 километров. Если говорить про перекладку в этом году, то она превысит 13 километров. Благодаря альткотельной объем инвестиций в отрасль увеличился в разы, а плата за тепло будет заморожена на несколько лет. То есть платить больше пока не придется. Это условие ставил губернатор, прежде чем регион вошел в эксперимент. Специалисты заявляют, что и потом плата не будет расти так стремительно, как сейчас, благодаря проведенной в первые годы модернизации и повышению эффективности систем. Мы должны, и давайте сегодня проговорим, когда обновим схему теплоснабжения города Ульяновска, мы должны прописать, что называется, пошагово, как и когда приступим к модернизации центров центральных тепловых пунктов. Кроме этого, предлагаю подумать о том, как нам разработать по адресной программу по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Кроме того, на совещании были подведены промежуточные итоги прохождения отопительного сезона. Холодов еще не было, поэтому в целом судить трудно. Однако всего одна авария, которая произошла на улице Кузоватовская, это уже неплохо. Ведь раньше к февралю случалось от 4 до 6 аварий. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Ульяновские общественники продолжают обсуждать послание Владимира Путина к федеральному собранию. На этот раз речь зашла об экологическом состоянии региона. Переход предприятий на улучшенные технологии и внедрение раздельного сбора мусора подробнее в нашем материале. Летом 2020 года регионы России должны перейти на раздельный сбор мусора. Задача, по мнению ульяновских экологов, сложная, но выполнимая. О том, как установить соответствующие площадки по всему региону, а главное приучить самих жителей к раздельному сбору, обсуждали в общественной палате. Президент дал указание подготовить к лету дорожную карту по раздельному сбору. Это самый сложный вопрос, насколько я считаю, самый сложный вопрос в теме обращения с отходами. По данным региональных операторов, в регионе установлено 274 контейнера сетки. 48% отходов уже сортируется на мусоросортировочных комплексах. Данный показатель позволил ульяновской области занять лидирующую позицию в ПФО в сфере переработки. В план реализации дорожной карты включили увеличение контейнерного парка и мощностей по переработке и сортировке отходов. Акцент сделают и на работе с жителями, информировании о раздельном сборе мусора. В части работы с муниципалитетами будем оказывать всяческую методическую консультативную поддержку. Также в план работы экопалаты у нас запланированы выезды. Особенно пристанное внимание будет к южным районам, Новоспасской и Радищево. В сводный план работы также включили мониторинг состояния окружающей среды и установку дополнительных постов за отслеживанием уровня загрязнения воздуха. За 2019 год экологи выявили больше 200 нарушений природоохранного законодательства. В этом году число общественных экологических инспекторов будет увеличено. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ. Губернатор Ульяновской области представил правительству региона три пункта по улучшению ситуации на рынке труда и пояснил, как в итоге должен выглядеть документ по предоставлению социальных гарантий. Об этом и не только в материале Натальи Чумаченко. Глава региона поручила областным чиновникам проработать меры поддержки безработных и людей с неполной занятостью, а также лиц предпенсионного возраста. На предприятиях уделить внимание соблюдению мер по охране труда и противодействию коррупции, а также разработать региональный рейтинг корпоративной ответственности. Дорогие коллеги, мы с вами уже привыкли работать в таком закрепленном режиме, поэтому мы закрепим членов правительства, обратимся к Валерию Васильевичу, депутатов законодательного собрания за региональными отраслевыми профсоюзами, для того, чтобы укрепить наше взаимодействие. Несомненно, эти и другие меры позволят нам с вами, сейчас говорю, усилить нашу работу по тому, чтобы рынок труда, ситуация на рынке труда была более справедливой. Сергей Морозов акцентировал внимание на повышение рождаемости и поддержке семей с детьми, о чем говорил президент в своем послании. До конца первого квартала должны быть внесены соответствующие изменения в региональный бюджет. Также глава региона поручила обобщить все меры поддержки граждан в одном документе – в социальном кодексе. Я думаю, что у нас все получится, поскольку сегодня действительно работа с семьей, она многогранна, она очень серьезная, очень правильная, и именно работа с семьей сможет действительно повысить качество жизни семьи на территории региона. Участники заседания обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Напомним, это вирус, способный вызывать респираторные и кишечные заболевания у людей и животных. Роспотребнадзор в ежедневном режиме ведет мониторинг за обстановкой на всей территории страны. В качестве профилактических мер турагентствам рекомендовано прекратить продажи экскурсий в Китай. Минздрав советует не посещать общественные места с большим скоплением народа, надевать маски в аэропортах и вокзалах, а также часто мыть руки. Прописать и направить. И в следующее родительское собрание, и для Ирины Вениаминовны, и для нас, для всех, мы включим тогда непосредственно вот эту информацию. Его нужно проводить не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. Участники заседания также рассмотрели ход выполнения региональных программ по капремонту, реновации жилья и налоговых льгот для предприятий, имеющих статус региональных инвестпроектов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Неспокойно во втором повеличении городе-области. Димитровградская фракция КПРФ на пленарном заседании Гордумы устроила очередной фарс. Самым ожидаемым был вопрос по снятию полномочий с депутатов, допустивших нарушения при заполнении декларации о доходах и нарушивших Уголовный кодекс России. Напомним, до 29 января депутаты должны были отобрать мандат у Колпакова, попавшегося на мошенничестве при получении депутатских отпускных. Он был осужден по статье «Мошенничество». Но на этот момент депутаты решили просто не обращать внимания. Зато решили частично удовлетворить требования Сергея Морозова о лишении полномочий коллег, которые допустили нарушение антикоррупционного законодательства. Парламентариям, неправильно подавших налоговые декларации, решили объявить замечание. А вот те, кто тоже что-то забыл, но посмел выйти из фракции КПРФ и заявить о своем несогласии с действиями партиями лидеров, готовы были выгнать. Гнев однопартийцев был направлен на одномандатников Александра Чайко и Алексея Завьялова. Правда, ни по одному из них решение не прошло из-за недостатка голосов. Нехватка мест для первоклассников за свияжьи и долги Димитровграда. Назревшие проблемы озвучил депутат законодательного собрания Матвей Володарский правительству. Парламентарий предложил решать проблемы сообща. Мои коллеги подробнее. Губернаторский лице номер 100 не в силах принять в этом году всех желающих первоклассников на обучение. Проблему уже озвучивали и сами обеспокоенные родители. Ее поднял и депутат законодательного собрания Матвей Володарский на заседании правительства. В лицее могут подать заявки только 200 первоклассников, в то время как их по предварительному подсчету набирается 500-600 человек. Депутат предложил совместными усилиями с правительством решить этот затянувшийся вопрос. Сделать это планируется за счет благоустройства инфраструктуры для школьников, чтобы дети могли безопасно ходить в соседние учебные заведения, а уже в дальнейшем закрыть тему путем строительства новой школы. Я хочу, чтобы Сергей Иванович, вы лично взяли под свой контроль нехватка мест в общеобразовательных учреждениях. Министр, наверное, знает, что сегодня в Юго-Западе складывается в лице катастрофическая ситуация с нехваткой мест. Там город принял решение, как бы отдельные дома прикрепиться за 41-65 школами. Там люди недовольны, поэтому необходимо все-таки разъяснительную работу. И в целом я считаю, что проблема нехватка мест там будет наращиваться. Глава региона поддержал предложение и дал поручение ответственным лицам готовить в ближайшее время совещание по обсуждению и решению этих вопросов. Беспокойство по Юго-Западу мы с вами определились. На следующей неделе мы должны найти возможность повстречаться. Вот все, от кого зависит глубокая проработка вопроса обеспеченности дошкольным и школьным образованием на Юго-Западе и соблюдение прав детей. Второй вопрос касался Димитровграда. По словам Володарского, городская власть халатно относится к своим обязанностям. Абсолютно ничего не делает для народа, хотя солидные дотации из областного бюджета получает исправно. Несмотря на это, практически ежемесячно увеличивается кредиторская задолженность города. ЖКХ творится полный беспредел. За тепло люди платят дороже, чем в других районах. Не поддерживаются социально незащищенные слои населения. Самый низкий процент по охвату горячим питанием школьников и многое другое. Ничего общего коммунистам эта партия не имеет. И поэтому я как раз разочаровался и вышел. Потому что сегодня КПРФ это просто, понимаете, вот здесь есть некоторые, которые предпринимательством занимаются. Это просто франшиза. Понимаете, это франшиза Зиуганова. Как вот Макдональдс, как вот КФС. Вот они продают эту франшизу, понимаете, по регионам и все. Поэтому сегодня необходимо то, что в Димитровграде происходит, да, чтобы за это несли конкретные люди ответственность. Депутат Законодательного собрания призвал областной Минфин изучить все имеющиеся цифры по долгам города Димитровграда и создать специальную комиссию с целью тотальной проверки деятельности руководства города. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. 31 января в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, большая вероятность снега. Температура днем будет держаться на нулевой отметке. Ветер южный 7-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.